Привет, вы на канале Smart Plus. В этом видео будем сравнивать Mi A2 Lite, он же Redmi 6 Pro, только на голом Android и Redmi Note 5. Специально для тех, кто думает или сомневается, что купить. Поехали! Вот так они выглядят рядом. Как видим, коробки разные по цвету, и спереди отличия у них есть. Конечно, это челка у Mi A2 Lite и большие рамки у Redmi Note 5. Это два творения от Xiaomi, только Redmi Note вышел в начале года, а Mi A2 Lite только недавно. И да, не обращайте внимания на эту коцку на Redmi Note, это защитное стекло. Он активно юзается, как только глобалки появились, он был заказан и ведет себя хорошо. А стекла клеить надо, в опыте использования я рассказывал об этом. Посмотрите, кому интересно, и подсказка в верхнем правом углу. Дисплей у нас широкоформатный, и как видите, у Redmi Note он чуть больше. И рамка сверху тоже больше, в отличие от Mi A2 Lite. Да, и сам аппарат ощутимо габаритнее, так что управлять одной рукой будет чуточку удобнее на Mi A2 Lite, как и носить в кармане. Сзади аппараты, ну, очень похожи. Даже я бы, наверное, не отличил, если бы увидел, как человек разговаривает по одному из них, если не мерять линейкой в высоту, конечно. Кстати, обратите внимание на эти белые точки на Redmi Note. Они со временем неизбежно появляются на черных аппаратах. Под чехол попадает пыль или песчинка и оставляет следы. Уже не первый смартфон вижу с этим явлением. На золотистом Xiaomi Redmi Note 3 Pro, которым пользовалась моя жена 2 года, такого не было замечено. Благо, выбор цветов есть. Как всегда, на Алиэкспресс разные цвета могут даже стоить по-разному. Кстати, о ценах. На момент записи данного видео, Redmi Note 5 на 3.32 гигабайт, не глобальную версию, но с глобальной прошивкой, отдают всего за 137 с копейками долларов. Что очень неплохо. Глобальная версия с вилкой под нашей розетки и поддержкой 20-го бенда стоит уже чуть дороже. 152 с половиной доллара за золотишко. А вот Mi A2 Lite самый дорогой на данный момент. Вот лучшая цена, что я нашел. 156 долларов. Но зато с наушниками в подарок. Может, когда вы смотрите, цены уже другие. Проверяйте, ссылки прикреплю в описании. И так дальше. По толщине чуточку толще Mi A2 Lite, но совсем незначительно. Батареи ведь одинаковые, 4000 мА. На нижней части у обоих microUSB. Но у Redmi вход по 3,5 джек снизу, потому и решетка под динамика дна и маленький вход под микрофон. В Mi A2 Lite вход под наушники сверху, но тут кому как удобнее. Я предпочел бы нижнее расположение входа. А вот так они выглядят сверху. Инфракрасный порт присутствует у обеих моделей. Модуль камеры больше выступает над корпусом у Redmi Note 5. Но в стандартных комплектациях данных смартфонов есть чехлы, что перекрывает камеры и они не будут царапаться. А пластиковые вставки вверху и снизу практически идентичны. Лотки тоже разные. У Mi A2 Lite он на 2 сим-карты и карту памяти. У Redmi Note 5 или 2 симки или симка и карта памяти. Сами экраны очень похожи по цветам, по яркости и насыщенности. К ним претензий нет. Добротные IPS матрицы. И днем на улице остаются читабельны. Что касается связи, то нареканий тоже нет. Также у обоих хорошие микрофоны и разговорные динамики. А вот по приему Wi-Fi заметил некоторую разницу. Redmi Note 5 лучше принимает сигнал, как видно по тесту. Зато Mi A2 Lite в данном случае видит больше окружающих сетей. Забавно. По скорости работы и открытии приложений я особой разницы не заметил. Летают оба аппарата. Так что не вижу преимущества быстродействия голого Android перед MIUI. Зато MIUI имеет больше гибких настроек в сравнении с голым Android. Например, баланс белого можно настроить и так далее. А теперь интересный момент. Производительность. В Redmi Note 5 установлен 636 Snapdragon. Это процессор новее и немного производительнее Snapdragon 625, который стоит в Mi A2 Lite. Конечно, поиграть можно на обоих, но все же. Более новая модель получила более старый процессор. А стоят они сейчас практически одинаково. Если взять игру PUBG, то на обоих аппаратах доступна средняя графика. Да, можно скачать мод и активировать HD режим. На Redmi Note 5, например. Да и на Mi A2 Lite, наверное, тоже. Но я не заморачивался этим. Это что касается игры непосредственно из Play Market без заморочек. И оба аппарата в принципе тянут эту игру нормально. Но Redmi Note 5 все же в тяжелых играх будет проявлять себя чуточку лучше за счет более мощного процессора. Хоть не на две головы, но все же. Замечу, что в Mi A2 Lite в играх, как и при просмотре YouTube, экран обрезается как раз под выступ. Так что при потреблении контента монобровь вас не будет напрягать. Аппараты во время игр греются очень умеренно. Так что, повторюсь, поиграть можно и на том, и на том аппарате. Причем заряд батареи не будет таять на глазах. Оба аппарата обладают хорошими батареями на 4000 мА и достаточно энергоэффективными процессорами. Дело уже ближе к вечеру, а мы тестируем звук. Во-первых, опять-таки, на MIUI больше настроек. Например, тот же эквалайзер. Оба аппарата звучат негромко. Хочется большего запаса громкости. Но звук в Mi A2 Lite понравился больше. Если выставить другой регион, то звук встает громче на Redmi Note 5. На Mi A2 Lite я не экспериментировал, но мы говорим о телефонах без заморочек и с нашими регионами. Помним, что это искусственное ограничение для соблюдения звуковых норм в наших краях. А внешний динамик у Redmi Note 5 звучит чуть громче. Хоть у Mi A2 Lite громкости тоже хватает для комфортного использования. Теперь камеры. Как и предполагалось, они по качеству очень похожи при дневной съемке. Как фото, так и видео. Большой разницы просто нет. У обоих есть электронная стабилизация при съемке видео и портретный режим с эффектом боке при фотосъемке. И вы бы не поняли, где кто. Но все встает на места при слабом освещении. У Redmi Note 5 более светосильная камера с апертурой f1.8 против f2.2 у Mi A2 Lite. Снимки это подтверждают. И Mi A2 Lite проигрывает в этом случае. Проверка записи видео. Xiaomi Mi A2 Lite. Redmi Note 5. Теперь давайте подведем небольшой итог. У Redmi Note 5 лучше процессор, лучше камера, более функциональная оболочка, лучше звук из внешнего динамика и нет выреза на экране. В свою очередь у Mi A2 Lite более компактные габариты. Им будет легче управлять одной рукой, более тонкие рамки, хоть и есть вырез на экране. Голый андроид, что для кого-то может быть решающим фактором. И что немаловажно, у Mi A2 Lite лоток на две сим-карты и карту памяти. А у Redmi Note 5 нужно выбрать две симки или симка и карта памяти. Лично я при ограниченном бюджете взял бы себе китайскую версию Redmi Note 5 на 3.32 гигабайт за 140 долларов и был бы счастлив. А вообще доплатил бы и взял Redmi Note 5 глобалку на 4.64 гигабайт памяти. Кому нравится голый андроид, тут однозначно Mi A2 Lite. Отличное решение в этом случае. Кому же нравится дизайн Mi A2 Lite, но нужен MIUI, можно покупать Redmi 6 Pro. Тот же смартфон, но на MIUI. Только не глобальная прошивка, а кастом пока что. А так оба представленных смартфона найдут или даже уже нашли свою аудиторию. А что бы выбрали вы? Пишите об этом в комментариях. А с вами был Smart Plus. Желаю удачного выбора и отличного настроения. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok